девочки всем большой привет добро пожаловать на мой новый влог берем чаек кофеек и всем приятного просмотра а На завтрак у меня крабовый салатик и кусочек пиццы, оставшийся с выходных, и, конечно же, кофе. Тем, кто кушает, всем приятного аппетита! Девчонки, хотела купить вот этот вот тон от Catrice, относительная новинка, Tinted Serum Foundation. Но я хотела его и в обычном магазине в оффлайн купить, и заказать на Натина, но я увидела тут такой ролик, где девушка его так, можно сказать, обругала, что всё, я больше не хочу его покупать. Я подумала, нафиг оно мне надо. Расскажите, есть у вас такое? И как вам? Есть видео, где его очень сильно хвалят, прям вообще? Но я очень верю той девушке, которая про него плохо сказала, поэтому, наверное, пока что всё-таки не буду его покупать. Аромат дня. Бритни Спирс. Хидден Фэнтези. Я его сто лет не носила, я всё время его воспринимала как аромат зимний, и он вполне себе может быть зимним. И тут я перебирала свои ароматы, и он мне попался. Я его вдохнула и поняла, что я хочу его обязательно выгулить, выносить. На мой взгляд, он вообще не похож на оригинальную розовую первую самую фэнтези. Это уже что-то другое. Не знаю, это даже, мне кажется, слегка какой-то гурманский аромат, вот в стиле двухтысячных. Аромат 2008 года. Он прямо такой очень сладкий. Цитрусовая сладость. Здесь много цитрусов в начале, и апельсин здесь, и, по-моему, танжерин там вот это всё, лимон. Не лимонная, а какая-то вербена лимонная. Много сладких нот. Здесь есть некая пряность, немного, как сказать, теплота есть в аромате. Здесь есть и цветы, лилия, жасмин. Я их так, слава богу, особо не чувствую. Ну, конечно, здесь заявлены ещё древесные ноты, амбра, ваниль, сандал. И, наверное, аромат всё-таки действительно такой мягко-сладкий, мягко-сладко-пряный, потому что есть ароматы, как, например, вот Лолита Олимпика, который мой любимый, Лолита Лэнд. Там тоже очень много, как сказать, вот этих сладких цитрусов. Ну, он на том и построен, за что я его обожаю. И здесь тоже. Но здесь они приглушены именно, наверное, сандалом. Хотя я не знаю, есть ли там в пирамиде сандал или нет. Но аромат... Вот, я его разнюхиваю. Немножечко-немножечко он, как бы сказать-то, химозит и, ну, выдаёт, наверное, свою стоимость, либо сегмент. Всё-таки это масс-маркет у нас. Такой у меня огромный флакон. На мой взгляд, чем-то он отдалённо похож на Хьюго Босс Дип Ред, который я всё хочу в свою коллекцию. Но потом, я думаю, что оно мне вроде бы уже совершенно не надо. У меня вот эта падья целая. В общем, я пока что ношу его дома сегодня. Но обязательно хочу его выгулить на улицу и побольше, знаете, вот так вот на ветерок. Вполне себе. Вот. Есть тут некая и свежинка. И на самом деле он не переслащенный. Многие пишут, что слышат здесь корицу. Я не слышу. Мне кажется, она не заявлена. Вроде там только из пряностей гвоздика заявлена. Да, мандариновые какие-то корочки, возможно, всё это так утопает в сахарной ваниле, если можно так сказать. Ну, вот эта свежинка, она такая цитрусовая некая присутствует. Она не сильно сладкий, не сильно громкий, не сильно шлейфовый и не сильно стойкий. Вот так бы я сказала. Но всё равно я считаю, что аромат интересный, интересный. Сейчас, мне кажется, как-то именно вот такое направление немножечко как-то ушло. Этим мне он и нравится. Тем, что он вот какой-то такой из прошлого немножечко, в общем-то, вкусный, сладкий, фруктовый. Но не скажу, что он какой-то глубокий и томный. Вот всё-таки ему не дотягивает он до какого-то дорогого люкса. Именно потому, что вот в нём нет вот этой глубины. Она очень... Вот эта сладость и вот эта привлекательность, притягательность, теплота, пряность, цитрусовость. Даже, возможно, что-то новогоднее. Но оно всё такое на поверхности, в общем-то, лежит. И вот как будто бы не хватает ему то ли горчинки какой-то, то ли вот чего-то такого. Ну, немножечко стержня не хватает. Вот так я о нём думаю. Но хорош, хорош. Опять-таки, это мои такие впечатления. Разнашиваю его сегодня дома. Вот целый день. И периодически вот как-то вам такое мнение сформировало. Девчонки, как вам такая рубрика моя? Когда я показываю вам ароматы во влогах, разные совершенно, и просто что-то про них рассказываю. Сегодня, сейчас я хочу поговорить вот об этом вот парфюме. Это у нас Латафа Куаэт Аль Фурсан. Возможно, вот это я прочитала неправильно. В общем, не суть. Этот аромат, когда я его купила, был совершенно непопулярен, неизвестен. На фрагрантике буквально было пару отзывов. В общем, он стоил настолько бюджетно, около 14 евро, что я просто купила его вслепую. Так как я в погоне была за сливочными, сейчас тоже за сливочными, молочными, лактонными, нежными, вкусными ароматами. И вообще, до сих пор я в поиске аромата кокосовой всеми любимой Рафаэлки. Итак, когда я только получила этот аромат, я сразу же сказала ему нет-нет-нет, он мне показался настолько резким. Сейчас я уже по-другому его воспринимаю, он у меня отстоялся. Возможно, еще потому что сейчас весна. Я вам сразу расскажу, как он мне пахнет, вот по крайней мере, первые полчаса. Это очень цитрусовый, очень кокосовый. Да, возможно, здесь есть некая кремовость, но кремовость – это не лактонность. Кремовость скорее как уходовый крем. И здесь чувствуется мускусность определенно. И аромат для меня кисло-кремово-кокосовый. Кокосово-ванильный, мускусный. Вот так вот, мускусно-кремово-кокосово-ванильный. Какое-то такое вот. Первое, не знаю, первое время до раскрытия он вообще такой довольно-таки монотонный. И сейчас вот я разнюхиваю блоттер, который у меня уже пожил, который я уже какой-то час разнюхиваю. Мне он начинает нравиться больше. Я хотела прочитать несколько комментариев, как его люди описывают. И вообще просто поговорить с вами, как по-разному мы все ощущаем ароматы. Сравнивают его с Монсерой. Коко-ваниль у меня есть от Ливантик. Я хочу сказать так, что если вам нравится Монсера, то вам этот аромат очень понравится. Для меня Монсера больше похож скорее на Ифраше Который Маноэ. И там очень такой жесткий Тиарей и Ланг, я не знаю. Этот аромат даже нежнее, чем Монсера. И хочу зачитать. У меня здесь стоит планшет. Описывают его как ванильный кокосик. Ну, многие пишут, что чувствуют здесь некую мускусность, но кто-то пишет, что нет. Особенно последние комментарии, которые добавлены, здесь его очень хвалят. И здесь так его описывают, что он нежный, воздушный. И что это Рафаэлка. И что кто-то пишет, что это похоже, даже девушка сравнивает на вот этот аромат с Бланш Батте. Кто-то пишет, что похож на The Dick This Is Her, только, например, с кокосом. Кто-то сравнивает с Александр Джей. Пишет, что это какой-то зефир, что это орехи, ванили. Я не знаю, вот как-то так люди описывают. Кто-то пишет, что это крем-бархатные ручки с мускусом. В общем, вообще непонятно. Многие упоминают то, что нужно переждать старт у данного парфюма. И потом он начинает. Да, потом. Вот с кожи, у меня сейчас уже он слетел, держался около часа, что для моей холодной кожи, в принципе, неплохо. С кожи он звучал сначала так же кисло и мускусно, а потом он даже звучал некой гурманикой, некой печенистостью, что ли. Такой несладкой, кокосовой, я бы сказала, чуть солоноватой. Вот так вот он звучал с кожи, похож на вот эти все ароматы типа Жан-Артез, который макарон Амандэ, в которых я слышу, вот это вот тесто, печенье, не очень сладкое, вот что-то такое. Что еще? Сравнивают его тут с очень популярными ароматами. Кто-то говорит, что это кокосовое пирожное, корзинка со взбитыми сливками. Не знаю, вот как по-разному мы ощущаем. Напишите, у кого есть, как вы ощущаете этот аромат. Не хочу никого обманывать, говорить, что это там какая-то Рафаэлка, что это какая-то гурманика и так далее, и тому подобное. Просто вот мне хочется именно с вами порассуждать. Туберозы здесь есть. Кто-то здесь туберозу слышит, кто-то не слышит, кто-то говорит, что она очень хорошая. Вообще, кто-то пишет, что здесь рисовый пудинг, что никакой туберозы. Кокосик, молоко люди здесь слышат. Бланш-батэ опять-таки. Тихо, лактонно, ненавязчиво, вкусно. Манка. Вот так вот люди описывают. Но кому-то свербит. Мне немножко тоже здесь свербит. Видно, есть люди, все-таки делятся на более чувствительных к мускусу, потому что он здесь все-таки есть. Он совершенно здесь такой европизированный, я бы сказала. И мне бы хотелось, чтобы он был чуть тише. Вообще, здесь у нас кокос, цитрусы, ананас. Я хочу заново пшикнуть его, чтобы по свежим ноткам еще. Вот в начале он прямо цитрусовый и прямо свежий. Но это для меня... Дальше здесь у нас иланг-иланг, жасмин, франжипани, ваниль, мускус и сандал. Я хочу так сказать, что этот аромат могу рекомендовать, если вы такое любите. Но для меня это больше не гурманик. Это больше, как я уже описала ранее, кокосово-мускусная, слегка ванильная история. Больше уходящая в какую-то уходовость, уходовый крем. Ну, знаете, мне стало тоже интересно. Я как-то по-другому немножко начала его воспринимать. Возможно, когда все вокруг хвалят. Хотя у меня обычно по-другому. Если все хвалят, мне не надо. Ну, в общем, как-то так. Но определенно я чувствую здесь цветы. Определенно кокос. Определенно мускус сразу же. Так что у меня тут свежий блотер. А есть... Ну, он утихает, да. И вот, кстати, пишут, что очень стойкий. Что прям мега стойкий. Не знаю. Вот блотер у меня, который нанесен, пахнет уже не очень ярко. И часа два в итоге на блотере стойкость. Я не говорю, что он совсем не пахнет. Но просто пахнет уже очень отдаленно. В общем, пока что он не очень стойкий. Вот такие у меня мысли про этот аромат. Флакон, конечно же, шикарен. Здесь вот так вот это все приклеено. Не знаю, если придираться. Но здесь магнитная крышка. И все довольно-таки лаконично. И это настолько бюджетно. 14 евро, что, в принципе, можно даже и без затеста купить. Если вообще вы любите какие-то такие солнечные, летние, кокосовые, уходовые ароматы. Это просто must-have. Если вы мечтаете о мансере какого ванила, но вы на бюджете, могу рекомендовать просто смело. Мне даже больше понравился этот аромат, чем мансера. Попробую его еще и дальше разнашивать. Если будет что добавить, то обязательно дам вам знать. Пока что буду закругляться. Итак, у меня, наверное, какое-то тут весеннее обострение. В общем, на фоне того, что у меня стирка и робот-пылесос ездит, я намыла уже все зеркала в доме. И спонтанно решила, что мне нужно привести в порядок мой комод. И просто увидела у одной девушки, что у нее все палетки теней хранятся тоже вот так вот в комоде. Но вот так вот все столбиком, чтобы их все было видно. А у меня они все заложены друг на друге. И я вообще даже не знаю, что там, если честно. Я хочу попробовать, короче, реорганизовать все свои палеточки с тенями. Выбросить что-то лишнее. Я имею ввиду какие-то бумажки там, чеки, знаете, что-то копится. И все-таки сделать, как у меня было изначально. Ящик косметический. Ящик для волос. У меня тут куча резинок, которые тоже надо перебирать детских. Всякие фены у меня тут. И внизу у меня тоже, ну, внизу относительный порядок. Здесь у меня всякие пробники от Леванты хранятся. Какие-то украшения старые и какие-то крема и даже какая-то канцелярская продукция. В общем, сейчас буду наводить порядки. Все протирать. Ну, я не сказать, что я обожаю вообще наводить порядки. Я могу сесть на диван и сидеть полдня вообще ничего не делать, если у меня есть такая возможность. Ну, в общем-то, мне захотелось такой-то чистоты в доме. Потому что впереди у нас длинные выходные. И я люблю вообще перед выходными, чтобы у меня в доме было чисто, чтобы всем было комфортно. Я думаю, вы меня понимаете, девчонки. Так что я начну все перебирать. И потом вам, в общем-то, вы видите до. И потом покажу вам итог. Ну, видите? И все интересно. Да. Все резиночки. Все шуршиночки. Все проверяет. Все контролирует. Такая зляткая, я только булочка. Моя дуба. Моя бубонька. Моя златюнька. Все тут со мной делает. Да, Пуськин? Пуськин, Буськин. Пуськин, Буськин. Мой сладенький. Малюсенький такой. Маленький. Очень маленький. Скажи, кнопка, ты очень маленькая. Маленький. 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 Все. Итак, для вас прошло несколько секунд. Для меня прошло довольно много времени. Я уже успела кучу дел переделать и стиралку повесить. Короче, неважно. Я устала и просто из последних сил уже разгребала этот комод. И давайте я вам покажу, что в итоге. Какой у меня тут порядок образовался. Ну, это я вам сверху уже показывала, а внутри я вам не показывала. Так. Итак, мой любимый комодик косметический. Вот так вот теперь стоят все мои палетки. Я их все вижу и могу любую достать. То есть, ну, это действительно очень удобно, когда они друг на друге лежат. То есть, какую бы я не захотела, я раз и взяла в пользование. Естественно, когда я снимаю, кто-то делает ремонт. Поэтому мне пришлось записывать голос за кадром. Итак, первый ящик. Какие-то мои тональные основы, которых у меня совершенно немного осталось. Так скажем, выживают сильнейшие. Мой BB-крем от Enav, который вообще никуда не помещается. Здесь вы видите какие-то спонжи. В этой корзинке у меня вообще просто какие-то продукты, которые еще я не открыла. Например, вот этот вот праймер от Essence. Fresh and Fit Awake Primer. Который, мне кажется, они сейчас просто перевыпустили. И теперь он называется там какой-то фильтр вот этот, который все так хвалят. В общем, какие-то тенюшки. В общем, что-то такое косметическое. Все мои палеточки, помады. В общем, все как всегда. Во втором ящике у меня все для волос. Долго перебирала дочки на резинке. Освобождала их от волос. Знаете, как это бывает. Это занятие не из приятнейших, но тоже нужно это делать. И внизу опять-таки отливанты и блотеры и что-то такое, для чего нигде больше места нет. Еще у меня есть вот такой вот ящик, где я храню свой уход, который я использую на повседневной основе. Сыворотки, крема. В общем, чтобы было под рукой. Какая-то косметика, которую тоже я не знала, куда разместить. Какие-то запасные или новые кремчики, еще не вскрытые у меня. Какие-то массажеры для лица. В общем, все перебрала. Все сложила. В этом ящике у меня моя основная косметика. Здесь я особо не прибиралась. Я что-то убрала. И что-то, наоборот, добавила. В общем-то. Ну, как-то так. Порядок, чистота, порядок. Самое главное, все организовано так, как я и люблю. Девочки. Аромат от Ariflame. So feather. Ecstatic. Называется. For her. Прикольный такой флакошек. 50 мл. Так, у меня руки в креме, поэтому у меня все выскальзывает. Один из моих новых ароматов, которых я распечатывала. Молчаливые ASMR распаковки. Так. Разнашиваю его второй день. И такие перво-вторые впечатления вам скажу. Кстати, я уже как будто даже его подсносила. И это так. В нотах, по-моему, какие-то ягоды, малина, там что-то такое. Я не знаю. Я слышу здесь как будто бы грушу дюшесную. Такую очень карамельную одновременно. Как будто и пирог какой-то грушевый. Очень вкусно немножечко. Как будто бы присыпано корицей. Немножко ванильно. Очень, в принципе, вкусный. Очень вкусный. Но что-то ему не хватает пока что очень сильно. Ну, во-первых, ему не хватает стойкости и шлейфа. Поэтому мне приходится им обливаться, чтобы как-то его ощущать с себя и его разносить. И понять вообще, что с ним. На улицу вообще я его не почувствовала, когда я его наносила утром. Дома вот с блотера, с руки пытаюсь разнюхать. Но пока вот такие смешанные ощущения. Здесь вроде как орехи заявлены. Я не помню. В общем, что я хочу сказать. Мне, в принципе, аромат очень понравился. Чем-то он меня цепляет. Есть в нем какая-то своя изюминка. Но я хочу его убрать на недельку, на две, не знаю, на месяцок. Настаиваться куда-то в коробочку. Ну, потому что так не делаю. Я сейчас буду его разнашивать. Выпшикую тут пол флакона. И, возможно, так и не пойму. Вот тоже Арифлейм, 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 Арифлейму рознь. Есть у меня один аромат в коллекции, который... Ну, в общем, есть один аромат от Арифлейм, который... Ну, просто мега шлейфовый и мега стойкий. И я его не настаивала ничего. Он просто такой и пришел. Не знаю, в общем-то, как это работает. Но интересно. Интересный вообще аромат новый. Поэтому напишите, кто уже тоже попробовал, как у вас со стойкостью. Может быть, я что-то путаю. Может быть, я просто слишком бывает много ароматов разнашиваю. И у меня какие-то такие более легкие ароматы. Они как-то теряются. Либо на фоне других более ярких. Вот такие простые сетевые кажутся мне не стойкими и не шлейфовыми. Ну, не знаю. Но пока что такое впечатление у меня. Так, а еще вот такая вот штука из аптеки. Менавазин. Раствор для наружного применения спиртовой. Здесь у нас в составе, сейчас я вам прочитаю, действующее вещество. В общем, здесь есть навокаин. Навокаина гидрохлорид. Что это за штука? Она очень жидкая, она очень спиртовая, очень аккуратно, подальше от глаз, подальше от детей. Вот, у меня уже полфлакончика нету. Продается в вашей российской аптеке. Если вы в России живете, наверное, за копейки. Мне, в общем, досталось по блату. Вот, 54 рубля. Для чего я использую эту штуку? У кого бывают прыщики, я думаю, у многих. Или как простуда. Знаете, такой прыщ как простуда, либо прыщ просто такой больнючий. Он где-то в глубине. Он, возможно, даже не вылезет никогда. Но он, как бы, болит в этом месте. И вот я мажу ватной палочкой. И отлично. Он как-то, хоп, и успокаивается. Пару дней, и он, как бы, не вылазит дальше. И перестает беспокоить. В общем, такая штука. Сейчас буду мазать. У меня на бороде, на подбородке что-то тут болит. В общем, и я хочу помазать. Но он прям такой явно спиртовой. Так в глаза прям щипает. Пары такие, знаете, у него. Поэтому аккуратно с этой штукой. Я вообще даже толком не знаю вообще для чего. Покупала когда-то, по-моему, когда у меня горло болело мазать сверху. Типа шею. Не помню даже, зачем покупала. Но теперь вот использую, как я вам и сказала только что. В общем, это рука. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok